Продолжение следует... Ну и вот среди этих представлений было рассмотрено представление Нейбера, которое давало нам решение в таком виде. У вектор равняется градиент φ плюс минус 4 на единице минус ν на просто ψ функцию, вектор функция. То есть 4 функции вместо трех являются искомыми, но они позволяют на функции ψ выписать уравнение Пуассона, а после этого находится функция ψ, тоже из уравнения Пуассона, где правая часть. Вот такое выражение. Попкович предложил немножко другое представление. У равняется градиент φ плюс r вектор на функцию ψ и минус 4 на единице минус ν на функцию ψ. Здесь, ну, модификация, так сказать, представления Нейбера, но оно гораздо шире все-таки, потому что вот дальше мы будем рассматривать задачу Кельвина. Представление Попковича как раз играет там основную роль. Следующее интересное представление – это представление Галеркина. Вот это представление, оно, если вы вот здесь вот обратите внимание, то здесь первые производные появляются от тех решений, от тех функций, которые, степень гладкости для них требуется, значит, чтобы первые производные как минимум существовали. Ну, а дальше там уже по ходу дела какая гладкость подразумевается. Так вот, в представлении Галеркина я выпишу окончательное выражение для этого представления, что больше здесь загрешить формулу, а потом займемся выводом. Галеркина равняется единица плюс капа на дельта F минус капа на градиент дивергенции F. Вот третье, которое мы в представлении рассмотрим. Значит, как оно выводится? Галеркин предположил, что U можно представить в таком виде. А константа дельта F плюс B на градиент дивергенции F. Ну и теперь что? Как обычно, подставляем уравнение Ламе, собираем кучи все эти самые градиент дивергенции отдельно, там, где дельта появится, отдельно. Здесь, смотрите, здесь уже оператор Лапласа, это вторые производные. И здесь вторые производные. То есть нет такой, чтобы часть слагаемых была с первой производной, часть со второй. То есть часть вообще беспроизводная вот эта вот. Здесь так вот вторые производные везде участвуют. Повышается порядок в представлении. А сами функции, которые будут, уравнения для этих функций, ну, получаются такими. Значит, вот если мы подставим уравнение равновесия, то в итоге получится следующее выражение из уравнения равновесия. B плюс Капа на А плюс Б. Градиент от дивергенции F. Вот. Плюс А, дельта квадрат уже появилась от F. плюс Х-вектор поделить на мю равно нулю. Ну, очевидно, сразу зануляются вот это выражение. Вот. Это одно. А второе, вот эта скобка, тоже появляется, объявляется нудром. Вот вся кухня этого дела. При этом в качестве А берется значит, берется такое выражение. B равно минус Капа, а А равняется единице плюс Капа. Вот в этих двух представлениях Папковича и Нейбера А было равно единице. А B что получается уже из того, что вот такая скобка там тоже возникает? Ну, вот здесь таким образом берется. Тогда в итоге получается следующее выражение для представления Папковича. Ну, вот дальше мы представления уже не будем дальше. Ну, есть еще так называемое представление Трефца. Ну, это для специальных задач. Это задача для цилиндров, для сфер. Там много других представлений есть. И Ляв давал представления свои и еще разные другие. Ну, вот наиболее выдающиеся вот среди обычно во всех учебниках это вот три таких представления. Давайте сейчас займемся решением следующей задачи. Имеется у нас упругое однородное пространство изотропное то есть все очень хорошо однородное изотропное пругое пространство вот и в некоторой точке этого пространства задается это бесконечное пространство само собой задается единичная сила направленная по оси ХК ну, сила единичная значит, она имеет размерность мы потом от этого избавимся недостатком вот будем только иметь в виду что это единица она имеет размерность в результате в каждой точке этого пространства возникают перемещения которые поскольку пространство бесконечное бесконечности должны обращаться в ноль вот так сказать такая задача требуется найти решение этой задачи мы будем обозначать перемещение соответствующие Кельвина У вектор У тензор Кельвина с индексом К от Х будем рассматривать сначала когда единичная сила в начале координация сосредоточена а потом когда мы решим эту задачу мы просто заменим Х на Х минус Кси и получим то что хотелось да вот поэтому вот У от Х значит в нуле приложена сила какая Х тоже с индексом Катэ это будет дельта Катэ мы вот так вот обозначаем на дельта от Х дельта от Х это функция Дирака сосредоточенная в нуле а дельта К это символы Кронекера свернули ему в вектор то есть вектор дельта Катэ будет так это дельта 1 Катэ дельта 2 Катэ дельта 3 Катэ ну понятно что тут появляется при К равном единичке только вот одна компонента дельта дельта нуле в общем это можно это удобно вот чтобы записывать векторный вид итак тогда у нас уравнение Кельвина уравнение можно записать соответствующее уравнение Ламе это же задача теории упругости классическая только необычная у нас является вот эта вот сила но она физически представима то есть это единичная сила какая-то вот действует в точке есть другие силы которые мы сейчас подойдем к ним когда их труднее представить но тоже можно так вот это все более-менее физично ну и надо решать уравнение Ламе мы воспользуемся представлением Попковича которое в общем-то уже дает нам решение уравнение Ламе надо найти функции входящие в это представление причем частный случай возьмем когда функция фи тождественно равна нулю а нам надо найти только одну функцию Пси ну если не получится значит придется там брать либо функцию фи либо какое-то другое представление в общем с этими представлениями предстоит нам поработать итак выбираем в таком виде у вектор равняется градиент r на Пси минус 4 на единицу минус ню вектор Пси это представление Папковича которое в частном случае такое имеет это будет у нас 6 6 формула кажется да ну вот тогда для того чтобы все это завершить нам надо решить уравнение для функции Пси решаем уравнение уравнение такое дельта Пси вектор равняется дельта КТ это вот свернутый символ кроника на дельта от х и поделить на 4 ню единица минус ню это из предыдущих лекций у нас вот такие уравнения получились ну здесь это оператор Лапласа вот необычность состоит в задании этой силы вообще дельта функция это обобщенная функция но можно как-то это все обойти что она дает она дает в нуле особенность а можно поискать среди обычных функций которые дают такую же особенность вот в чем идея как раз чтобы не бороться вот с этим дельта это удобно представлять но иногда не очень удобно решать хотя есть когда научишься пользоваться этой формалистикой то конечно тогда все получается замечательно но поначалу это все выглядит не очень приятно вот поэтому была такая догадка у Кельвина что давайте мы рассмотрим функцию единицы на r это что такое это единица на корень и xm на xm вот здесь свертка да то есть это x1 в квадрате плюс x2 в квадрате плюс x3 то есть фактически это ну расстояние от центра до некоторой точки с координатами x1 и x2 и x3 вот это вот что такое да ну или это можно так значит xm на xm степени минус 1 2 ну так удобно записать почему потому что мы сейчас будем ее дифференцировать поэтому чтобы так использовать не ошибиться при этом мы воспользуемся такой вот записью 7 8 и тогда найдем вот такое выражение единица на r и производные по координаты и и ж то есть вторая производная по x и по x ж это можно было бы здесь на доске все провести только время займет я полагаю что третьему курсу вы уже умеете дифференцировать такие вещи ну надеюсь и без ошибок хотя ошибки возникают я например когда что-то делаю обязательно у меня возникает я потом поэтому приходится перепроверять перепроверять в итоге вытаскиваешься эти ошибки ну что делать такое свойство человеческого ума что-то где-то звякнуло и все плюс на минус поменялся так что вот аккуратно все это проделывая вот на экзамене может возник тут такая ситуация вас попросят провести все эти выкладки ну само собой вообще когда готовишься к какому-то или изучаешь по-новому предмету надо все выкладки проделывать самому потому что в книжках очень много ошибок это вот такой факт я заметил значит получается такое выражение минус дельта и g поделить на r куб плюс 3 x и x g поделить на r в пятой степени вот значит это производные сначала по x и делаются а потом по x g и получается такое выражение 9 ну если теперь положить и равно g то получится свертка то есть оператор лапласа то есть единица на r и такая свертка и и вот повторение а повторение это всегда сумма ну это будет оператор лапласа дельта от единицы на r ну вот из этой формулы 9 мы получаем что это будет минус 3 поделить на r куб плюс здесь у нас x и на x и будет 3r квадрат 3r квадрат поделить на r в пятой получаем 0 значит оператор лапласа от единицы на r равен нулю с другой стороны если мы да естественно что это в точках отличающихся только от центра потому что в центре там особенность там нельзя делать всегда когда проделывают это говорят что x не равно нулю обязательно это делать вот теперь мы посмотрим вот что возьмем в центре в нуле такой вот шар радиуса а так ну и возьмем это шар этот обозначим омега вот и возьмем интеграл по омега интеграл по омега от дельта от единицы на r на d омега d омега только большое ну под интегралом вообще-то здесь у нас ноль да вот казалось бы интеграл тоже равен но здесь учтите тут особенность существует в нуле которая включена в область вот эта особенность и дает ненулевое значение интеграла вот в том-то и дело если бы все было бы замечательно в нуле то а тут мы не знаем что там происходит ну вот интеграл метод мы можем вычислить значит давайте мы займемся это хорошо проделать самим вам по омега значит единицы на r и запятая и и на д омега значит мы можем по теореме гаусса-астроградского перейти к интегралу по поверхности будет будет равно интеграл по сигма единица на r запятая i так и на n и на n и на d сигма вот такой интеграл вот вычисляем эту производную и получаем это будет интеграл по сигма сигма это поверхность этой сферы сигма интеграл по сигма от y ито n ито поделить на r куб то есть мы вычислили вот это выражение это будет в области x ито на r куб а на поверхности тоже y это принадлежит поверхности d омега ну раз это на поверхности то это а куб под интегралом r куб да мы выносим за знак интеграла а да да d сигма нет мы нет это все в порядке пока что да вот ну вот здесь я напишу значит эту сферу сотру картинка вам известная да чтобы равняется единица на а куб вот и только здесь минус появится при дифференцировании вот этого здесь будет появится минус ну там как раз он и есть значит минус а куб дальше у нас будет интеграл по сигма y it на n it на d сигма опять только в обратную сторону форму Гаусса Астроградского да вот получаем минус единица на а куб интеграл по v x it запятая it на d по омега на d омега ну это x it запятая it это будет у нас дельта ну давайте так равно равно значит минус единичка на а равно минус единичке на а куб 3 дельта и это 3 будет x1 запятая 1 плюс x2 запятая 2 плюс x3 запятая 3 это троечка вот она вышла да и на объем шара умножить на 4 третьих пи а куб ну получилось минус 4 пи видите вот эта особенность дает не нулевой интеграл вот а мы а мы знаем что еще что вот вот такая вещь существует интеграл по ну по тому же самому омега да ф от ф от дельта от х на д омега будет равно ф от нуля да если ф от х тождествен на единице то это значит просто единица будет да то есть интеграл интеграл омега от f от от дельта от х на д омега равно единице тогда значит вот какая ситуация что особенность в нуле это типа дельта функции и будет иметь место такое выражение дельта от единицы на r будет равно минус 4 п на дельта от х вот замечательный результат номер 11 по-моему который получился вот из анализа этих двух интегралов ну что ж тогда сразу мы можем написать чему равняется а пси пси вот это только здесь у нас индекс к присутствует значит вот здесь тоже надо бы поставить индекс к да так что так что получаем вот здесь запишу получилось следующее выражение ну вот эту замечательную формулу тоже перенесу сюда дельта от единицы на r равняется минус 4p дельта от х вот и здесь запишу пси kt вектор будет равен минус дельта kt вектор на 16 pi mu и поставлю единицы на r от х вместо дельта функции я поставил единицы на r потому что одно и то же дает выражение да ну вот хорошо теперь мы можем подставить вот это выражение номер 12 в представление папковича для то есть мы получим вот из этого представления где си равно нулю функцию грина фактически ну или тензор кельвина называется он для бесконечного пространства это получает название прижившееся уже это тензор кельвина это сразу говорит о том что бесконечное упругое пространство однородное и так далее и так далее когда вот в точке кси задается там единичная сила вот все поэтому значит имея вот это выражение 12 мы по формуле 2 находим функцию кельвина ну давайте вот здесь запишу для так вот его наверное надо последовать но все-таки вы проделайте эти выкладки я сейчас кое-что тут напишу из этих выкладок но подробно опять же не буду делать значит а у я из формулы Папковича получаю ук так от х и 0 0 я ставлю вторую переменную значит кси равно 0 будет равно минус единичка на 16 пи мю на единица минус мю здесь будет градиент градиент дельта кт на r и поделить на r это понятна запись ну в общем да значит это r это модуль вектора r ну фактически это е единичный вектор направленный да так теперь да и еще добавочное слагаемое здесь возникает плюс минус 4 на единицу минус ню дельта вектор кт на r модуль вот формула такая от для формула 13 для функции ну здесь можно все вот эти вот раскрыть скобки общие слагаемые объединить и в итоге получится такое выражение у кт от x 0 будет следующий вид иметь такой очень интересно было бы конечно ну давайте я все-таки запишу и значит от x 0 это будет единичка на 16 пи мю единица минус ню так получается r x кт на r куб плюс 3 минус 4 ню на дельта кт на r вот после преобразования формулы 6 главное здесь градиент вычислить и вот получается частичка прибавляется к этому слагаемому и минус выносится до скобки вот здесь поэтому плюс получился вот ну вот в таком виде 14 пока можно оставить так это я сотру а теперь окончательно чтобы получить мы возьмем заменим x на x минус кси тогда получится вектор Келлина у кт от x кси вот в такой векторной форме иногда она бывает полезна но обычно используют по компонентную запись ну я запишу 16 пи мю на единице минус ню здесь квадратных скобках р от x кси сейчас я поясню что такое р от x кси на x ката минус кси ката поделить на r куб от x кси здесь только вектор стоит плюс 3 минус 4 ню на дельта ката он так и остался а здесь r от x кси ну теперь пояснение значит это формула 15 значит r от x кси без знака это будет корень квадратный из x м минус кси м на x м минус кси м то есть это сумма квадратов таких x1 минус кси 1 в квадрате плюс x2 минус кси 2 в квадрате или расстояние между точками x и кси вектор r вектор r он такую конструкцию имеет r от x кси это будет x и минус кси и на базисный вектор е и т ну что тут еще непонятного вот может возникнуть вот такая ситуация ну ладно давайте сначала запишем по компонентном виде все-таки вот эту формулу значит это я сотру тоже теперь уж выпишем в компонентах оно как-то привычнее будет значит у у и кт от x кси прямо как перемещение грина x кси будет так это будет единичка я вот ее жирную поставлю единичку поделить на 16p мю единица минус ню а здесь скобках x и минус кси и т на x кт минус кси кт поделить на р куб это тут оставлю от x кси чтобы не загромождать плюс 3 минус 4 ню на дельта и к поделить на р от x кси значит это будет 18 формула вот я ее такую рамочку введу а жирная единица это единичный вектор во да жирная единица это единичный вектор имеющий размерность силы и вот смотрите тогда что получается амю у нас размерность имеет сила да поделенная на квадрат площади паскаль да значит тогда получается здесь вот сила силы сокращаются площадь в квадрате сюда выходит вот здесь у нас что получается здесь у нас единица на длину здесь единица на длину и здесь единица на длину и тогда значит получается размерность длины вот этого все в порядке по размерности ну конечно дельта это же просто символы в зависимости от того каковы индексы они ноль или единица принимают удобная запись вот поэтому такой вопрос когда кто-то вот изучает эти вещи у них всегда возникает почему по размеру не совпадает ошибка на самом деле здесь никакой ошибки нет вот это так и задумано теперь следующий момент у нас должно убывать на бесконечности это решение смотрим на самом деле оно при r то есть когда значит либо x либо x стремится к бесконечности получается ноль так что здесь все в порядке и удовлетворяется уравнение ламе можно непосредственно проверить здесь придется покорпеть маленько а можно довериться тому что мы уже представление Попковича использовали все было там в порядке можно ну я не знаю я сам проверял подставлял вот в вашем возрасте подставлял проверял да все замечательно ну вот давайте мы у нас вот эта единичная сила теперь давайте мы рассмотрим случай когда вдоль оси x1 действует сила q1 q1 вдоль оси x1 направлено тогда перемещение как получается значит получается так у и т вот теперь уже у и т от вот этой силы q1 да у и т будет равно q1 от кси ну q1 приложена в точке кси значит от кси на у у сила да не единичная а сила а сила почему не может вы да вызывает перемещение всего пространства ну в каждой точке пространства возникает перемещение которое определяется через тензор кельвина вот таким вот образом у и кт то есть тут уже один стоит да только в направлении в точке х кси значит что это означает вот это мы решили задачу физическую задачу когда в точке действует единичная сосредоточенная сила сосредоточенные силы это абстракция конечно вот они всегда действуют на какую-то площадь но удобно вводить сосредоточенные силы тогда мы можем математический аппарат обобщенный функции применять в сопромате например там сплошь и рядом знаете что такое сопромат да это дисциплина инженерная сопротивление материалов называется вот я там сосредоточенные силы сплошь и рядом используется и это приводит к результатам расчетным здесь вот такая же картина возникает а теперь если вектор действует в точке кси q вектор с компонентами q1 q2 q3 еще раз вопрос что мы тензором Кельмена называем тензором Кельмена мы называем перемещение в точке итую компоненту или просто вектор итая компонента в точке х от единичной сосредоточенной силы в точке кси направленной по оси кси а теперь да а теперь сила полностью скажем там 10 тонн или там не единицу одну тонну а 10 тонн и приложили вот это вот получается такая вещь или ньютонов там или сколько там тогда мы получаем у и т от x и кси ну у и т просто я поставлю у и т это будет ку кт от кси на у и с индексом к от x кси возражение есть нет да теперь более общий случай есть некое многообразие в пространстве и вдоль в каждой точке этого многообразия действуют силы с плотностью некой плотностью заданной вектор плотности ку вектор лежит омега вот такому это многообразие ну что такое многообразие это может быть область и в каждой точке области может быть поверхность может быть линия прямая или кривая какая угодно да две точки три точки совокупность точек так что это как угодно можно тогда можно посчитать перемещение от этой распределенной нагрузки распределенной нагрузки в многообразии то есть у значит давайте сначала д у и т возьмем д омега объем вот в нем распределены какие-то нагрузки векторные да ку като от кси д омега по кси да вот это вот сама сила возникает это плотность силы умножить на объем мы получили силу как вот как вот в этих формулах да на у като с индексом и от икс и кси вот д омега кси здесь присутствует ну надо проинтегрировать по омега и по кси поэтому то есть тогда мы получаем у и т у и от икс в каждой точке икс это будет интеграл по омега ку като от кси на у и като от икс кси на д омега кси вот это вот общая формула которая позволяет нам с помощью тензора Кельвина решать конкретные задачи нужные нам это очень интересный результат и он широко используется во многих расчетах ну что еще сказать по этому поводу пожалуй все ну можно конечно какие-то конкретные примеры привести это чуть попозже да а вот вот что вот скажем так можно же ведь продифференцировать вот это выражение по какой-то переменной кси 1 либо кси 2 либо кси 3 правильно можно да и получить какое-то выражение если подставить его в уравнение ламе то оно тоже будет решением но особенность в точке кси будет уже другой это будет не единица на р от х кси да а будет уже на единице на р квадрат вот если производную можно брать более высокие производные вот откуда это видно это видно из самих уравнений ламы вот давайте мы их запишем там вот буду писать там уже можно стереть все это они нам уже не понадобятся а вот сейчас мы будем рассматривать получим интересный результат вот смотрите я для чего это хочу показать вот у нас есть сила да это физическая вещь мы можем себе представить что это за сила и как она действует да оказывается если две силы например направить друг к другу от одной вот они на каком-то расстоянии да каждая сила создает поле перемещения правильно задача линейная эти поля складываются если я теперь буду стремить к нулю вот это расстояние да то оказывается силы вроде бы сошлись и взаимно уничтожают друг друга а тем не менее напряжение напрога в пространстве остается перемещение есть напряжение есть вот вот эти такие силы возникают из решений кельмана они называются источниками вот представить себе конечно физически это вряд ли возможно да но математический такой математическая такая абстракция она помогает решать конкретные задачи вот в чем дело поэтому это имеет смысл рассмотреть вот я для чего и начинаю рассказывать вам значит вот давайте запишем так несколько записей уравнений ламе вот так вот л с волной оператор да у к это от х кси да а л оператор по х кси равняет плюс единица на мю х кт вектор тоже от х кси равно нулю ну этот оператор можно записать так х кта нагрузку да что такое от х кси это обозначение которое вот что имеется ввиду это дельта кта то самое она дельта от х минус кси значит вот эта формула будет у нас 22 а это будет 23 так будьте здоровы 23 вот эти вот силы вызывают как раз перемещение вектор перемещений у это вектор кельвина да можно записать это по компонентам вести оператор ламе у ж с индексом к в индексах теперь от х кси плюс единица на мю х и кт от х кси тоже это будет 24 формула а х и кт очевидным образом расшифровывается это дельта и кт на дельта от х минус кси 24 вот что такое оператор или же и же вот я точку ставлю это будет дельта и же оператор лапласа от чего-то надо применить подставить сюда и плюс капа на примененное к этому и надо еще раз продифференцировать по и и ж 25 а да да 25 и 26 так существенно но от этого дубля мало чтобы изменилось ладно поставим так вот правда в отличие от того оператора который мы объявляли раньше немножко да там было у нас лямбда плюс мю а здесь здесь мю было а здесь лямбда плюс мю стояло да вот вот значит вот все эти уравнения естественно везде справедливые да при х не равном кси при х не равном кси здесь правая часть вот это вот ну или вот это выражение равно нулю почему здесь дельта функция присутствует значит и только в точке кси она дает что-то не нулевое а в других местах оператор ламе от у равен нулю это однородные решения возникает тоже полезная вещь по однородным решениям некоторые делают разложение ну в общем используют как-то в конкретных вычислениях вот вот если я теперь продифференцирую это вот оператор ну скажем вторую строчку л и ж а у ж с индексом к и дифференцированную дифференцированную по кси л вот я так обозначил смотрите черта вертикальная это означает производные по второму аргументу по кси ну если л равно единичке то по кси один если р равно двойке то по кси два так далее да от х кси плюс единица на мю вот здесь у нас возникает такая производная и черта л от х кси равно нулю уравнение 27 ну это же был ноль правильно и если я производную от нуля возьму то тоже ноль будет значит это означает что вот эта функция является решением уравнений однородных уравнений ламе вне точки ну при х не равном кси при х не равном кси решение причем оно обладает особенностью в точке кси более высокой чем чем исходное если исходное для этого надо просто-напросто честно продифференцировать выражение 18 по кси и л получится довольно длинная формула ну может быть кого-то это заинтересует давайте я ее напишу уже готовы мы никаких промежуточных вчлений делать не будем а я сразу напишу вот здесь могу убрать все это и написать производную д у кт с индексом от х кси по д кси л вот это то же самое что у к и это черта л от х кси это будет такое выражение единичка на 16 пи мю р куб х кси квадратная скобка здесь будет х и минус кси и т на дельта к л плюс х кт минус кси кт на дельта и л минус минус 3 минус 4 ню что такое ню понятно коэффициент пасона не забыли х л минус кси л на дельта и к видите какие три слагаемых ну и последнее минус 3 х и т минус кси и т на х кт минус кси кт на х л минус кси л и поделить на р квадрат квадрат от х кси ну вот из этого квадратную скобку надо закрыть поставить номер 28 по-моему да или 29 28 вот ну и так далее вот каждое дифференцирование вызывает свои и тем не менее это все решение вот вообще все эти вот решения которые были записаны само решение Кельвина можно представить в виде такой матрицы решений вот записать такую матрицу можно вот смотрите у матрица это значит такая матрица у 1 с индексом здесь 1 да у 2 с индексом 1 так или нет да у 3 с индексом 1 здесь у с индексом 2 1 у 2 2 и у 2 3 3 3 3 3 так 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 3 значит 2 так что это 2 2 2 здесь будет 1 2 3 ну и здесь соответственно у 1 3 3 у 2 3 и у 3 3 я для чего это пишу вот оказывается вот каждый вот такой вектор это есть решение уравнение ламе однородного правильно их 3 таких вектора ну чем они характеризуются одной и той же силой единичка вверху это как раз сила направленная по оси x1 второй вектор это двойка то есть по второй оси и по третьей оси 3 разных направления 3 разных таких решений уравнений ламе а вот когда мы продифференцируем да и каждому из этих решений соответствует сила сосредоточенная сила явно такая да а вот когда мы делаем дифференцирование мы получаем матрицу сил следующая в виде вот давайте мы их тоже записываем и такая матрица тоже имеет место быть вот в таком виде x от кси да это будет вектора уже в каждой клетке будет стоять вектор я вот x1 один вектор ну в общем так же как и в этой матрице x 3 1 здесь x2 x1 внизу 2 x3 внизу 2 ну и третье x1 3 x3 3 это вектора везде то есть вот такой вектор каждый вектор вызывает соответствующее перемещение каждый такой вектор имеет собственное название ну например те которые по диагонали вектора их 3 x1 1 только здесь давайте мы вот черту поставить надо не вот черта это же мы дифференцировали по кси то есть это по кси 1 все производные по кси 2 и по кси 3 значит тогда у нас получается следующая картинка все векторы которые по диагонали расположены они имеют название одинаковые названия значит x альфа запишем так здесь черта альфа от x кси ну это будет если мы посмотрим на выражение это будет дельта альфа да и d от дельта от x минус кси по d кси альфа то есть производная от дельта функции вообще-то да мы пока не встречались с такими вещами но если просто дельта функцию мы трактовали как единичную силу приложенную тогда вот производную от дельта функции можно трактовать как следующие силы вот мы ну производную как делается это по определению производная что это такое это вот я сотру это предел отношения значит вот предел отношения лимит при дельта ну кси один например возьмем чтобы или кси альфа бог с них кси альфа стремящимся к нулю от такого отношения от дельта так как тут лучше сделать ну наверное вот иксами дельта функцию потом мы будем икс альфа от икс кси плюс дельта кси минус икс альфа от икс кси при дельта кси делим на дельта кси и вот предел такой находим это как раз есть производная dx альфа по dx альфа ну или производная от дельта функции поскольку у нас так определение идет каждую дельта функцию здесь можно было записать давайте так все таки напишем дельта альфа здесь у нас будет дельта от x минус кси двойную скобку плюс дельта альфа дельта кси альфа да ну и минус дельта от x минус кси и поделить на дельта кси каждую вот это вот мы трактуем как силу да единичную вот давайте нарисуем значит ось x альфа вот это точка кси так и кси плюс дельта кси значит вот у нас сила такая и здесь такая вот это вот дельта кси и мы уменьшаем это расстояние физически там ноль но вот в этих обобщенных функциях там получается особенность второго порядка которая дает нам решение уравнений ламе и вот такие решения то есть диагональные вот здесь диагональные да все это двойные силы без момента называются вот они уходят друг друга и моменты никакие дают если мы возьмем вне диагональный элемент то тогда картина будет немножко другая так вот кси альфа и здесь у нас будет сила сила вот так вот приложена создается вот это отрезочек это дельта кси альфа и вот эти силы начинаем стремить друг к другу у нас дельта кси альфа вот это расстояние да две эти силы единичные они дают момент так при кси альфа стремящем момент вроде бы как исчезает но реально в решении это сказывается такая такая сила называется двойная сила с моментом так и вот эти все силы в совокупности называются источниками то есть не просто силы а просто они названы источниками вот как казалось бы удивительно что они не взаимно ничего мне самому по первости это очень странно было но ведь это чисто математический такой факт который помогает нам решать реальные задачи вот и все его надо воспринимать не как физическую сущность а вот такой математический абстракция некая хотя что-то мне подсказывает что наверное возможно это и в физике применяется скажем вот эти черные дыры и прочее это могут быть такие вещи когда двойные силы без момента со всех трех осей действуют это называется такой источник называется сейчас скажу центр дилатации вот да я что-то высказал такие когда со всех сторон действуют центр дилатации ну это центр растяжения либо сжатия да можно в каждой точке поместить центры дилатации получим линию дилатации линии центров дилатации можно устроить вот от этого решения взять такой устроить устроить центр вращения смотрите как это делается ротор берем ротор по кси от вот этого выражения х кт от х кси ротор это первая производная да мы в итоге получаем вот такое выражение эпсилон м л и х и кт черта л на е мт ну вот здесь производная дельта функция сидит как раз это получается центр вращения можно в каждой точке поместить какой-то кривой или какого-то многообразия поместить в каждой точке это многообразие центр вращения получается либо линия центра вращения либо еще что-то вот такие вот интересные моменты и все эти решения они помогают решать ну какие-то конкретные задачи вот на этом сегодня мы остановимся в следующем